Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию программу «Взгляд из Венсполса. События. Люди. Мнение». В студии Татьяна Саксаганская. Build It Latvia – программа акселерации для начинающих предпринимателей, фокусирующаяся на умных технологиях и предназначенная не только для латвийских стартаперов. Действует она уже год. В рамках первой сессии Совета экспертов помогли в короткие сроки пройти путь от идеи до готового продукта с семи командами. Четыре из них были иностранные. Интенсивное обучение длится около трёх месяцев. Этот микс и иностранных, и латвийских команд даёт хорошую энергию. Во-первых, они друг у друга учатся, создаётся международная среда. Наши команды смотрят на работу иностранных команд. Иностранцы смотрят, как наши здесь работают. Вы спросите, почему команды, например, из Индии приезжают в Латвию? Они даже не знают, где Латвия находится. Всё объясняется тем, что в Латвии на ранней стадии дешевле и быстрее можно развивать своё предприятие. Восемь команд второй сессии, прошедшие процесс акселерации, приехали в Венспул, чтобы рассказать о своём опыте и услышать отзывы о своих будущих и уже настоящих продуктах. Для Венспулса это часть европейского проекта «Малые города Европы следующего поколения». Это открытое мероприятие. В нём участвуют представители Венспулской высшей школы, Венспулской городской думы, свободного порта, учащиеся первой гимназии, которые в рамках другого проекта реализуют свои небольшие бизнес-проекты. Есть эксперты из Венспулского бизнес-инкубатора. Важно, чтобы был обмен опытом. Наша цель – показать этим командам, какие возможности есть в Венспилсе. Возможно, в будущем какое-то из предприятий решит разместить своё производство в Венспилсе. Также мы хотим показать остальным, что есть такая возможность стартовать по программе акселератора и успешно развивать свои идеи. Большой интерес вызвала идея индийской команды. Они поставили перед собой цель создать электронный кошелёк криптовалюты, чтобы можно было использовать эту валюту в реальной жизни. Это впервые в истории биткоина. Мы сможем зайти в магазин или кафе и заплатить за кофе криптовалютой. Даже если продавец вам говорит, что у них нельзя этой валютой рассчитываться. Это независимый прибор, который надо носить с собой. Он небольшой и позволяет хранить криптовалюту. Расплачиваясь в магазине, надо всего лишь поднести его к платёжному терминалу, так же, как вы рассчитываетесь карточкой. Первые прототипы уже готовы. Сейчас их тестируют порядка 500-600 человек. Через несколько месяцев мы начнём привлекать инвестиции путём краудфандинга, чтобы можно было расширить тестирование. Эстонские стартаперы презентовали трекеры J-PES, которые позволяют отслеживать животных, велосипеды, детей и ключи. Всё это на случай, если что-то или кто-то потерялся. Трекеры небольшого размера. Если это для собаки, то он прикрепляется к ошейнику. Для детей он в виде отражателя. Если для велосипеда, то он вставляется внутрь рамы под сидением. Размером он со спичечный коробок, даже меньше. Поразило воображение собравшихся и идея об альтернативном гипсе, выполненном на принтере 3D. Как часто бывает, основой идеи стал личный опыт одного из изобретателей. Мой коллега сломал руку в районе локтя, когда он ещё работал на предыдущей работе. А ему надо было надевать костюм на работу, но с гипсом это было сделать невозможно. Голова работает, а к клиенту не пойдёшь в таком виде. В то время как раз начали говорить о трёхмерных технологиях. По своей суде, мы ничего нового не придумали. Технологии уже были, мы просто сделали их доступными. Он сделан из пластмассы, можно сделать фиксатор для различных видов переломов. В первые дни надо использовать простой гипс, но после контрольного визита можно смело заменять на такой. Такой аналог гипса изготавливается по индивидуальным размерам в течение дня. Причём выбрать можно даже цветовую гамму. Врачи сначала скептически отреагировали на новое введение, но сейчас смотрят на этот продукт уже как на полезную инновацию. Профессиональный скептицизм вначале – это хорошо. Всё-таки речь идёт о здоровье человека. Это не просто создать какую-то программу. Мы работаем уже более двух с половиной лет, скоро будет три. И только в прошлом году стали реально предлагать такой фиксатор для рук и ног. Самое важное в этом решение – врача. Мы сами просто так ничего не накладываем. Всё только под контролем медицинского персонала. Какую идею поддержать решает руководство «Акселератора»? Конечно, приходится прибегать к советам экспертов различных отраслей. Но при оценке каждой бизнес-идеи инвесторы полагаются и на свою интуицию в том числе. Приходы весны и тёплой погоды вносят свои изменения в жизнь жителей города. Произошли изменения и в жизни Венспилского ночного приюта. Если в холодные зимние месяцы ночной приют работал с 6 часов вечера до 8 утра, то теперь время его работы сократилось на 2 часа – с 8 часов вечера до 8 часов утра. Кроме того, май – последний месяц, когда можно будет воспользоваться возможностью услуга ночлега в этом заведении, потому что в течение трёх летних месяцев приют будет закрыт. Есть часть людей, которые приходят сюда уже несколько лет. Там понятно, что человек не старается, ничего не ищет, ему безразлично всё, что происходит вокруг него и с ним. Он не пытается улучшить уровень своей жизни. В зимний период приют полностью заполнен. Он может вместить в себя до 33 человек. При необходимости есть дополнительные матрасы. Задача, которую перед собой ставит общество «Самаритян Латвии», состоит в том, чтобы помочь людям, попавшим в кризисные ситуации, обрести психологическую и социальную стабильность, способствовать их интеграции в общественную жизнь города и страны. Общество сотрудничает с муниципальной полицией уже с прошлого года. Мы начали такое сотрудничество, потому что клиенты не только те люди, которые всё время употребляют алкоголь, но при этом не нарушая внутренний порядок. Но появляются и такие клиенты, которые употребляют и другие одруманивающие вещества. В связи с чем их поведение может быть неадекватным, которые могут угрожать окружающим и нашим работникам. И всё сложнее обеспечить порядок. Это одна из задач Венсполской муниципальной полиции – проверять ночной приют. Для того, чтобы обеспечить общественный порядок не только в приюте, но и обеспечить безопасность жителям многоквартирного дома на улице Фабрикас. Так как приют находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, нужно создать для жильцов условия для их безопасного проживания, чтобы было всё мирно и чтобы их ничто не тревожило. Как вы понимаете, в приюте довольно специфический контингент с определёнными нарушениями в поведении. И наша обязанность сделать так, чтобы всё было хорошо. В патрулировании приюта полиции происходит чаще всего в период, когда клиентам ночного приюта выплачивается пособие. Именно в этот период они чаще употребляют алкоголь и, к сожалению, в таком состоянии проявляют свою агрессию. В ночном приюте на улице Фабрикас клиентам предоставляется еда, одежда, предметы личной гигиены. Им также доступна пресса и книги в небольшой библиотеке. Условия в приюте мы стараемся улучшать каждый год. Мы делаем косметические ремонты и другие работы. Красим стены и ремонтируем то, что необходимо для того, чтобы всё было в порядке. Андис подчёркивает, что в будущем он хотел бы создать такую систему проживания, где клиенты приюта могли бы проживать в соответствии с их поведением, по уровням. Если клиенты будут соблюдать правила поведения в приюте и вести себя соответственно, тем лучше для них будут условия для ночлега, и появится возможность посещать приют не только ночью, но и в любое время суток. По словам Андейса, такая система уже внедрена в Лиепае. И, конечно же, многое зависит от финансирования. В главной библиотеке Венспилса чествовали самых активных читателей города, которые весь прошлый год посещали библиотеку, читали книги, периодические издания, пользовались аудио- и видеоматериалами, которые находятся в Венспилской главной библиотеке. Поздравлять самых активных читателей стало уже доброй традицией. Это мероприятие в нашем городе проходит третий год подряд. Самые активные и лучшие читатели получили почётные грамоты, цветы и небольшие подарки. Но на этом поздравления не закончились. Для всех читателей был подготовлен ещё один общий музыкальный подарок в исполнении квартета саксофонисток Венспилской музыкальной школы под руководством Рейнарса Лациса. Венспилская библиотека включает в себя несколько филиалов, которые расположены по всему городу. Это и главная библиотека, и библиотека в Парвенте, Ганцемская библиотека, библиотека Венспилской высшей школы, детская библиотека и отделение Венспилской северокурзмской больницы. На 2018 год в городе было зарегистрировано 13 655 читателей, которые 461 502 раза посетили библиотеку. С наступлением тёплых деньков активизируются садоводы-любители, владельцы частых земельных участков, огородов. Самое время подготовить землю к посадке и даже уже сажать. Что же для своих садов выбирают жители Венсполса и края, мы выяснили на Венсполском рынке. По опыту Илмарса Зырниса, чаще покупают то, что цветёт на конкретный момент. Сейчас цветёт миндаль? Люди хотят миндаль. В городе цветёт магнолия? Люди хотят магнолию. Но в принципе, знающие люди ищут конкретные вещи. Популярностью пользуются и гортензии, являющиеся украшением любого сада. Но и королева цветов роза тоже никогда не остаётся без внимания. Сейчас самое время сажать и обрезать розы. И не стоит бояться грядущего похолодания, говорит опытный специалист в этой сфере Наталья. Сейчас самое время сажать, резать, удобрять. Да, сортов очень много, трудно выбрать, но всегда выбирают то, что цветёт. Хотя очень много разных сортов. Бабы, ланы, с розы, с новой сорта. Мы привезли сами их. Первый год только прививаем и распространяем. Они очень интересные. Они все с глазиком. Глазики бывают оранжи, красные. Там разные, но они пустые. Но очень много цветов. И они что-то такое оригинальное. Когда у нас в саду уже есть и красные, и жёлтые, и розовые. Тогда что-то уже другое хочется. Первые цветы, которые появляются и начинают радовать глаз после зимы – это анютины глазки. Сейчас сортов этого цветка великое множество. Различаются они не только по окрасу, но и по величине. Они формируют куст. Надо на таком расстоянии один от другого сажать. Потом на кусте много цветочков. Обычно люди их держат до конца июня. А потом на их месте сажают что-то другое. А если дать им возможность, они могут свести до осени. Затем весной вновь прорастают их семена. Отвлекающийся параллельно своей основной работе выращиванием рассады помидоров, отмечает, что пора уже высаживать рассаду. Выбор томатов тоже зависит от самого покупателя. Сколько людей, столько и вкусов, говорит Агрис. Сорта очень разные. Есть и большие плоды, и маленькие. Есть такие, которые раньше созревают, есть, которые позже. Есть на любой вкус. Торговцы ездят по разным уголкам Латвии, чтобы жители страны могли порадовать себя и свою семью, посадив какое-то новое плодовое дерево, цветы или овощи, которые летом и осенью с удовольствием будет уплетать вся семья. Обращаем ваше внимание на то, что 6 мая в понедельник программа «Взгляд из Венсполса» в эфир не выйдет. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Праздник «Белой скатерти» как способ отмечать годовщину восстановления независимости Латвии появился сравнительно недавно. Это прекрасная традиция собираться 4 мая. За столом, с семьей, друзьями, коллегами, соседями, честуя свое государство и тех, кто помог его защитить. В субботу 4 мая в 12 часов на Ратушной площади Венсполский центр культуры уже третий год подряд приглашает жителей и гостей города вместе собраться на праздник «Белой скатерти». Тема этого года – «Нам по силам все, во что мы верим и чего мы хотим». В праздничном мероприятии примут участие танцевальные коллективы «Страутугунс» и «Курземе» рок-группа «Мэнуэц». В 15 часов в замке Ливонского ордена состоится открытие выставки работ художников 10-го международного художественного пленера «Ранний реализм». А в 16 часов в театральный дом Юра Сварты приглашает венсполчан и гостей города на праздничный концерт музыкального объединения «Раксту-Раксты». На концерте прозвучат как известные композиции этого музыкального коллектива, так и музыкальные версии на тему латышских народных песен. Маленьких венсполчан и их родителей в воскресенье. 5 мая приглашают посетить малый праздник «Белой скатерти» в детском городке и детском парке «Фантазия».